Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова минимум раз в месяц как минимум раз в месяц и точное расписание вы сможете узнать по контактным телефонам они проходят в рамках проекта объединение громады николаева мы колу поэтому мы рассчитываем на активные слои населения да как бы те кто сможет приобрести эти навыки и тем самым тем самым сделать наш с вами город более безопасно в этом наша цель есть вот номера телефона вы видите их внизу своего экрана если что записывайте во время нашего разговора не еще будут показываться записывайтесь если записывайте если интересно прозванивайте уже в эту субботу будет еще один на мастер-класса можете записаться успеть скажем так а также у нас есть фотографии из предыдущих встреч скажем так из мастер-классов можем сейчас увидеть прокомментировать что же там делали что чудили потому что манекены использовали в активную вижу это был мастер-класс что здесь звучали чему это был базовый курс оказания первой помощи да что можно узнать какие навыки можно приобрести в первую очередь такие навыки которые позволят вам спасти жизнь и здоровье не только своим близким но и коллегам на работе просто людям на улице это что делать если человек без сознания что делать если человек не дышит что как вести себя в случае если распознать инсульт сердечный приступ как помочь человеку в случае эпилептического припадка и многое-многое другое одним словом почувствовать себя суперменом в этом городе который может помочь любой ситуации когда но и самое главное наверное то правило не навреди потому что очень часто помогают пытаются помочь но еще хуже делают в таких ситуациях абсолютно верно мы делаем акцент на личной безопасности и мы делаем акцент на том как не ухудшить состояние пострадавшего а если говорим да вот в этих мастер-классах то есть один раз этот мастер-класс рассчитан на там определенную публику на следующий раз уже те та же тема только уже для других или продолжается новые темы данный тренинг он разделен на два этапа да это так называемые гражданские ситуации да то есть человеку плохо человек бессознание инсульт инфаркт человек не дышит а то это первая часть тренинга а вторая часть тренинга которая запланирована на более поздний период для тех кто прошел первую часть это травмы это кровотечение это переломы и то прочие подобные ситуации эту субботу о чем будете рассказывать о чем можно будет в эту субботу мы продолжаем обучать николаевцев базовым навыкам оказания первой помощи базовым поэтому друзья вы ничего не пропустили если что если на предыдущих встречах не были поэтому записывайтесь если есть желание я предлагаю сейчас прийти еще практической части тоже интересно все-таки чему-то научиться если скажем так обычная ситуация дарья давай скажем так дома обедаем завтракаем ужинами так далее и кто-то подавился но чаще всего это все с разговорами с какими-то усмешками я знаю просто по себе у меня ни одно ни один прием пищи не обходится без каких-то юморин и шуток а поэтому попытка скажем так и возможно и все-таки подавиться этой едой есть как помочь конечно что происходит да что значит человек подавился это значит что инородное тело попало в дыхательные пути соответственно человек начинает задыхаться он не может дышать ситуация как вы абсолютно верно заметили она распространенная она может быть и где-то и на улице с фастфудом в руках и за праздничным то столом где угодно очень распространенная ситуация что делать с чего начать руслан так у нас появляется теперь на манеже руслан итак я иду по улице и вижу что человек начинает держится за горло начинает кашлять что я должен сделать первый первый вопрос вы подавились следующий вопрос запрос на оказание первой помощи я говорю я умею оказывать первую помощь я могу вам помочь кивка в ответ не будет достаточно что я делаю следующим я подхожу сзади и сбоку наклоняю пострадавшего немного вперед обязательно придерживаю его за грудь чтоб он не упал и делаю делаю пять скользящих ударов по спине между лопатками моя цель извлечь инородное тело из дыхательных путей не помогает окей я перехожу к надавливанию на грудь что я делаю я нахожу пупок пострадавшего им буквально на два пальца выше него но ниже ребер я ставлю кулак большим пальцем к себе большим пальцем так себе и накрываю его ладонью 2 руки я убираю локти в сторону чтобы не давить ему на ребра и делаю следующие движения во внутрь и вверх во внутрь и вверх во внутрь и вверх и так я делаю до того момента пока инородное тело не покинет дыхательный путь мне не помогло я снова делаю 5 похлопывание между лопатками не просто 5 я стараюсь каждым из них сделать так чтобы инородное тело покинула дыхательные пути не помогает я снова большой палец кулак на низ живота накрывала ладонью и во внутрь и вверх во внутрь и вверх до того момента пока инородное тело не покинет дыхательные пути или пока человек не задохнется не потеряет сознание и не упадет что делать в таком случае вы знаете на наших тренингах вот так друзья с такой небольшой ноткой рекламы круто такой вот мастер-класс у нас в эфире ну будем надеяться что у вас получится скажем так из нескольких попыток это все-таки сделать освободить дыхательные пути но скажем так более детально и попрактиковаться уже правильно знать как формировать руку куда ее ставить и так далее все это сможете уже на мастер-классе поэтому записывайтесь по номерам которые видите внизу нашего экрана но конечно же приходите умеете оказать первую помощь себе ну и другим учите тих кто рядом вам спасибо большое за то что сегодня пришли к нам в студию нагадую еще раз что у нас сегодня в гостях коментарь загонного швидкого реагования червоного христа поливобузник з яким и дозналися про першу допомогу тому будьте и вы в курсе цієї темы вам звичайно ж гарного мастер-класса в субботу и